Перчатка готова Так, сразу оставляем Когда ложимся спать, чтобы ходить по малюшке Мы находим где-то полосы Прячемся, прячемся, так что все готовим И где палатка отдыхаем Сейчас мы готовим Покажите, куда нам разгрузить Вот и двери Мы полностью разгружаем все Так, еще Так, подожди Иван и Лизовет Мы отстанавливаем Покажите Ну, Лизоветка Это твои парень А вы не боитесь? Нет 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 Послушайте Хорошо Так, и мои, которые разные Тоже все приближают Этих Четыре кинуть в коробки Даже пять Четыре Евангелия? Евангелия которые Так, помогайте Кто-то лезь Попал Все, что у тебя Здесь какие-то книги, которые разные Все оставляем Давай Это самая большая разгрузка Ух! Ух! Тут пока Она Она Надо рассказать, что Ничего не заходило Есть Здесь Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Игорь, спроси про первый комплект, который у нас остался отдельно, отдастся или не отдастся. А первый комплект у нас полностью коробка осталась. Так, всё, её не трогать. Если комплект полностью, это пойдёт мы дома перекомплектуем. Вот это отодвинь. Так, это убрать? А третий мы вообще не трогаем. Да, неприкатаемое. Домашнее ждёт, туда убирать. Вот это всё занесли. Здесь что? Вот это. Так, здесь разное тоже. Ну-ка открой. Давай-ка мы по одному эземпляру посмотрим. Ага, вытащить вот этот, а вот по одному оставить. У каждого дома по одной оставьте. Давайте, быстренько, быстренько. Вот сюда покажите, какие есть. Это для тех, которые будут. Так. Смотри, у меня какой бонус. Это уже нет. У меня совсем не повторили. Она убери домой. Домой. А мы вот сюда положим. Так, третий дом берём. Одиннадцатый дом наращиваем. Назад. Пойдем сюда. Так. Второй дом. Это противосектантский. Как с сектантами на разом не беседовать. На разные спорные вопросы. Так, седьмой у меня есть, не надо. Десятый. Десятый у меня туда. Так. Складываю туда. Нет. Десятый у меня. Вот остальное складывайте. Вот это возьмите. Это я дарю. Вы занесёте сюда. Нам же положить. Да. Нам надо один экземпляр оставить. Я как раз один. Так, это убери теперь туда дальше. А это вот туда теперь. Всё. Давай. Возьми один стихий один. Туда возьми. Положу. Туда. Вот. Клади. И вот это туда клади. А вы сюда. Вот это пойдёт отсюда Геннадий в одном экземпляре. И вот симфония. У вас такая есть? Вот. Которая была, да? Была. Она такая же была. Единственная в одном экземпляре. Вот видите. Божественный стихий и Максим. Даже такое. Так, подожди. Не клади сюда. Это в одном экземпляре. Это в одном экземпляре. Я сейчас посмотрю. Так вот эту. Это туда убрать. Убирай туда. 50. Убирай туда. Это отцу Геннадий. Так убирай. Я сейчас скажу. Так. Подожди. Какой там? Девятый? Девятый. Всё убрать. Дай-ка сухонию. Вот это для проповедников очень хорошая. Оставлю несколько. Хорошо. По одному событию легко найти какое житие святых. Ну и всё. Так. Это отцу Геннадий? Всё. Это забрать. А из третьей коробки пока. Да. Это всё бросится обратно. Положи вот это туда во внутрь. Тоже отсюда. С этим. А подарки вот эти три Новый Завет подарочные? Подожди. Мы не дошли до архиереев. Мы сорвались оттуда. У нас просто было как раз откровение. К отцу Василию успели в Тайше. И в три часа могли мы быть у Вадима. А у вас кто архиерей? Янафан. Ты его знаешь? Ты не мог бы ему последнее издание Новый Завет подарить? Что такое последнее издание? Трёхтомника. А вот такое? Они подарены Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу у всех. И оттуда получила... И даже показали в телевидении, стоит на полке у них. Мне сказали. Я не знаю. Так, вот подарок подписан. Это что? Не знаю. Давай разберем. Так, открой. С ним просто в сторонку. Ну в одну. К тому не надо посоединяйтесь. Это Ваша. Открой, чтобы посмотреть. И из тех вытащили, которые трёхтомник один для архиерея. Примерно 125 священников архиереев получили в подарок этот Новый Завет. Ну, с вашим там это по откровению. Вот из этих, да? По одному найди, да. Нет. Это как так может быть? Вы где-то написали, что по благословению Игнатия начал работать над этим там. Это Мирянин. А этот пришёл два года. Какие-то Меномиты. И они пишут толкование. То есть они городят что угодно. Отец Геннадий не писал толкование. Он собрал толкование. Он привёл их к сегодняшнему дню. Со всеми возможными заблуждениями, как нужно бороться-то. То есть люди ничего не знают. И поэтому, когда обвинение подобное поступает, ну не надо сильно сердце прилагать. Игнатий Иванович, вы для Слова Божьего УЗ сдавали? Нет, не давал. Вот возьмите. Положи сюда. Это тут даже. Здесь по одному. Вот это вот не архиерея. Это первое здание. Ведь они не закруглённые. И здесь не видать. Они чёрно-белые. А те в полный лист. Вот. Эти в полный лист. Отличаются, да? С круглением. И видите, как ещё. Это иллюстрации. Реставаторы раскрашены. Всё, понял. У вас такая есть, да? Нет, такой у меня нет. Подожди минутку. Не завязывай. Такой нет. Я первое знаю. Значит, первое, кому-то отдадите. Тогда доставай. Одно вам. А то мы два года почти над этим трудились. В листамоторы. Все книги сшиты. А все доставили корешки. Вот. Но, добавлено ещё немножечко, чуть-чуть, чтобы заполнить. Там шифт менялся. Получается, одновременно держали на бок. В конце. Да, да, да. И да. В конце, конечно, да. А всё остальное так. И десять картин из классики русской. Вот. Ассимирации. Вот. Что тут есть. Всего здесь 240 иллюстраций. Полностью вид из Густавдора. Это лучший иллюстратор. Второй. Это третий. Получается, все Новые Заветы отдаём. Так. Один актерель. Я вас здесь сразу. Пойдем. Посмотрите. Так. Подожди. Там посмотрите. Раз, два. Один, два, три. Так. Это отцу Геннадия. Так еще один, два, три. Проверь. Один, два, три. Вот. Все. Значит, они закруглены. И вот эти полусы. У нас их не остается. Один вам, один актерель. А это кому пожелаете своих собратьев. Первое здание. Так. В отдельную коробку вот эта, лежащая здесь. Заложите. Коробку мы заберем назад, по-моему, вручную. Да. Поскорей возьми коробочку. Только без... За ваши труды. А вот она. Оттуда ваши все. Они у меня вошли здесь. Вот сюда. Гиллионы. Положите. Для меня важно было, как они все. Полу там готовят, там обмакивают пюро. Там убежит и все. Все здесь и все. Так что, я может что-то последнее не читал, не знаю. Но основном я знаком. Олифтить все резервитивно. Посмотрите, не ошибитесь. Это первое здание. Это, помните, из батюши. Второе можно не показывать, чтобы не ревновал. Понимаете? Ну, а этого говорить не надо. Это для проповедника просто незаменимо. По одному разу зашел где. А теперь открываем на то житие и все перед тобой. Так, основное связывайте. Только не путайте вот это. Отодвините подальше. Ну и... Желаем заучиться. Ваша поддержка. От вас мы поедем в Абаканскую библиотеку. Узнали где. Сдаем. Это у нас последний экземпляр. И городской библиотек. Городской. Ну, мы ищем центральную... Где у меня? Так. Возьми вот эту. Сейчас я вам пример покажу. Вот город Канс. Вот видите, город Канс. Это Канская библиотека. Где мы сейчас прошли. Где приняли. Ну, все. Так. Кемеровская. Областная библиотека. Научная библиотека. Федорова. Вот она. Отдали. Дальше. Село Гелово. Церковь. Церковь. Ну, Гутович. Город Красноярск. Это какая библиотека. Красноярский край. Государственная универсальная библиотека. Там они есть. А потом мы раздаем везде визитки. Там у меня на сиденье. Суночка бегает. Там возьмите визитки. Приглашение. Мы оставим Ассоем Геннадий. Он другим нас несколько штук захватил. Дальше здесь. Девногорск. Сергей. 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 Подожди. Есть. Есть. У меня есть. Слюдянка. Не Свято-Никольское. Слюдянка. Так. Не эта. Та, которая... А! Проглашение. Так. Верховская область. Тудин. Тоже пришли. Так. Библиотека объединения. Тайшерская. Это дядя с Василием. Так. Это Ачинск. В Ачинской библиотеке. Вот. А это я без печати. Я же работал в Иркутске МВД. Когда мне принимали приглашение. Придется Вам в карман раскрыть для этого подарка. Мы раздаем в городе вот такой вот приглашительный. Себе возьмите где-то. Так. Это, если Вы пожелаете, возьми сюда. Это. Оложи сюда. Я проник туда, где лагерь, где я работал прорабом. И в этот лагерь подарил полный комплект и много евангелий. Ну, просто я хочу быть благодарен. Так. Это для тех, которые приходят. Ну, люди, может, не церковные. Ну, понятно. На улицу. Мы их притягиваем к этому. Ну, даем там еще. У меня раньше было, сейчас с собой нету. Русско-немецкий, англо-русский Новый Завет. Ну, вот. Потому что там студентов много. Так дать Вам? Можете взять все. Все, куда вы просто. Не надо. Да. Положи куда-нибудь. Я просто хочу показать, где это сейчас. Усоль-Сибирская. Библиотека. Вот. Боготол. Боготол. Боготолская. Так. Это Белова уже там батюшки, а это самой. Так. Залесовская. Еще Булакская. Вот где были. Ну, а тут государственные уже большие. Свердловская, Алтайская и другие библиотеки. Мы не можем делать, как баптисты, раскидывать палатки. И там они, там оркестры. У нас этого еще нет. Слово сказать, апостолов без оркестров. Мы желаем людей привлечь к знаниям, которые Бог открывает людям, чтобы познать Бога. И когда они начинают читать, вот в моей книге, я спрашиваю, отец Геннадий написал там то-то другое. Вы могли, люди меня искушают. Никогда. Я сегодня в библиотеке говорил, если сравнить с елкой, там на вершине горит звезда, а я там внизу. Ну, каждому дано свое, и я в полную меру стараюсь себя реализовать. Это не мой уровень. Мне это не дано. Я этого не знаю, но я знаю, что это хорошо и стараюсь распространять. Я участие в ваших делах. Мне это дано понять, что мне не дано это. Я никогда не напишу, как вы пишете. Притом самое главное, что я не завидую, а радуюсь. Кто бы не писал это, душа моя просто ликует. Господи, еще один шанс. Люди спрашивают, отходят яговисты, ну почему вас не было, где вы были? Это очень часто такое. Только руками разведешь. Но что интересно, патриарх Кирилл вернулся из поездки здесь. Я характеризовал. Все это напечатали. Состояние церкви – духовное разваление. А я на это делаю маленький комментарий, что у патриарха хорошая рекуренция. И глаза у нее хорошо видят. Если он сам проехал, ему показали не худшее, что там, где он не был. Нам ходить на распутье дорог, менять тактику, он об этом говорил. Думали, храмы открылись и будет. Все так не будет, народ отплынул. И нам нужно, это его язык дословно, переформатировать сознание народа. Ну это образное такое выражение. И вот еще он в одном месте там просто тронул буквально нас. Как надо выходить, менять тактику. Это прямое повеление Бога идти на распутье и не сидеть. Я посылаю монаха на север. А он что мне отвечает? Там кислорода не хватает. Какой тебе кислород, когда ты монах? Он говорит, и это его речь, и он заснят, и у меня на форуме это стоит. Есть такие его выступления, где прям на смерть трогает. Он выступает там какой-то на севере город и говорит, что у нас времени на раскачку нету. Все. Мы все потеряли уже. А Андрей Кураев говорит, если мы это не поняли, что надо выйти их на ногу. Я проехал по всем местам, где были северские соборы. Они развалены. Я не мог даже свечу затеплить. Столько злобных взглядов везде. Шесть столетий. Шесть столетий прошло. Магомед в 632 году. И не послали ни одного Кирилла Миходни, не нашлось те народы. И встретились только на полях сражений. Как это? Это разве нормально? Мы христиане. Они воюют, это нормально для них. Потому что... Вот так вот это призвано. Да. Это меч. Это бишь. Бишь божий, как Атила, возьми там, которые люди шли в Тамерлан. Андрей Кураев это понимает. Он написал, как ездил там. И теперь что мы должны делать? Обратиться лицом к народу и выйти, начать заниматься. Но это разговор. И дальше он приводит Данила Сысоева. То, что делают в Твере, это благое дело. Я не знаю только еще, видимо более ранний период. Они пикеты выставляли соца Данила Сысоева. Я не знаю, как вы относитесь к Данилу Сысоеву. Но для меня он без всякой канонизации это святое. Я всем говорю, может за тысячу лет в России не было человека, который так бы любил мусульман какой-то. Это мое личное мнение. И на моем сайте там все вопросы о Даниле Сысоеву, о книге, которая есть о мусульманстве, я разбираю. И в каждом месте показываю. У него любовь была настолько безмерная, что она даже непонятная нам. Он был бесстрашный воин до самого последнего часа своего. Он вышел, жена его уступает, говорит, там где сейчас много что есть. Мне это было понятно в тот день, когда его убили. Вечером уже мы получили извести. Как тут непонятно. Кого мы ищем где? Какие авторитеты сегодняшний день? Когда вот авторитет. У него ответственность. Ну а я у тебя с деда был мула, что ли? Он вышел к своему народу. Он говорил прямым, понятным языком. А они там наконец-то его там убили. Он в одну то-другую там заликовали. Может не мусульмане, может поднесли. Я с мусульманами не могу так работать. Хотя был я среди них, я работаю, у меня есть. Это надо изнутри чувствовать. А он чувствовал. Вот самое главное, что голову можно набить. А изнутри? Есть такое выражение. Голова может переговорить с зимой шаром. С теми же протестантами, кто там не было, он не может с ним говорить. Они их изнутри не чувствуют. А этот, почему с удовольствием? Ну, я человек грешный, увлекающийся. Я просто... Ну, я ему трудно помыть. У меня же мизерной доли нет, что он не враг. Если вы не враги, то вообще меня не спасите. Это человек умер, выйдя из алтаря. Человек, который презрел семью, презрел все, презрел угрозы. Он показал образец, как надо идти на это, кто решится сегодня. Знает такие угрозы с их стороны. Когда я 18-й тонн уже приготовил к выпуску, еще не печатаны. Мне как посыпались. Не делайте, не выездавайте. Мы вас потеряли, вас убьют. Я проверил еще раз. Отдал адвокату, юристу, высокого класса. С отличием охотничества юридических. Я говорю, найди где что, что можно мне устранить. Я нарушил там конституцию, там и не так. Ничего не найдем. Я выставил. Выставил, освещает мусульман. Ни звука. Ни звука. Ни звука. Одна заходит у меня. Она преподаватель теологического факультета, мусульманка. И мы с ней дружим. Самир Тагеев. Покуп. Покуп. Так она вводит. Считает псалтырь. Она студентам вводит женский монастырь. Ее уже три раза запрещали. Она говорит, я во сне видела, что я Валентин. Я говорю, как только приедешь, так и приедешь. Это и написано. Вот там переписывался я с одним в прошлом году в моем интернет. Это грязная свалка. Для меня это другое. Я одним щелчком 3300 человек получаю. Что зарядил сегодня? 3300. Я могу несколько раз в день дать. И вот переписываемся. Юрий Казанцев. Он 11 лет руководитель секты такой, харизматов. Одна встреча в интернете, вторая, третья. Принял полное крещение. Приготовился быть батюшкой в Ярославле. И все сфотографировал. Все это вот. Купель какая там батюшка. Конечно, пришлось похлопотать, говорить. Они пробираются как жиды. У нас все захватили. По таким видам мы вообще из дома не выйдем. Может быть где-то и захватили. Я помню, есть выражение. Тогда был министр внутренних дел в Плеве. Он говорил, вот это отношение к евреям неверное. Не дай Бог случится революция, они все подадутся туда. Но ведь так и было. А что нужно было делать? Надо бороться. Вот у меня 23, 24, 25 и три том, посвященные евреям. Все, за 3600 лет я разбираюсь о Талмуде. Просто по странице. Не две книги, вы знаете. Оружие есть, бороться надо. То есть просто никакой любовь. У нас другого не дано. Просто не дано. И победы не одержать. Да, а что вы добьетесь? А Бог не сказал мне чего-то добиваться. Он сказал быть верным. И больше от меня ничего не требуется. Иди. И не надо высчитывать, что приносить в жертву этих духов или нет. Богу это не угодно. Он отметает и жалеет, что поставил тебя царем. Вот у меня тактика именно в этом направлении. Вот переписка с мусульманкой. Я выставил всю. И она. Отец Игнатий. Там учитель Игнатий. А что сказано в Библии об отношении мужей и воспитании детей? Я ее выставил. Назад она уже все в университете. Это вообразить даже невозможно. То есть там преподавательница факультета. Мусульманка. И она ждет ответа из Священного Писания. И святых оттов цитирует. Разве это не считает? Конечно, это не тот масштаб Саваста Даниила. Но я не та величина. Как говорится, ростом пониже и духом пожиже. Кажется, я могу свою помощь. Так это сейчас все занесу. Если что-то покажется вам из этих вот мест, то можно одну строчку не посвящать. У нас с собой вода, картошка, печка. Все с собой. Палатки и даже охрана. Мы поехали, думали вернуться к седьмому, восьмому у нас в Крещении будет в озере. И потом в Уральский корон. Вот в одном направлении мы проехали. 2659, да? Да. Вот купили машинку специально для этого. Денег, ну, копили. Еще внезапно Бог все открывает и делает. И в один день. Даже только что молились. Вот у меня было книгу выкупать. А нет. Ну что-то какая. Типография это говорит. Готов, ты в субботу привозят. А сколько требуется? Требуется вот на перерезание Нового Завета за миллиону. Который перерезал Новый Завет. Ну, а пенсия минимальная. Священники у меня, несколько священников дома. Патриархии имеются. А начинаем молиться. Ну, у вас хоть какой-то намек есть? Откуда деньги придут? Какой намек? У меня никого нету. Ну, и помолимся. Батюшки. Вы же батюшки. А мне же вера-то ваша. У меня такая вера. Легли спать. В ночь звонок. Думай, я же всем наказал. После девяти не звонить. Это личное время. Это молитва. Ну, стоим четыре сторона регулярно. Ладно. Кто? Сакраменто. А что? У нас дядя умер Климент. Сказали, у вас церковь имя Климента. И сказали, что там молитва особо доходит. Где церковь во имя, лагерь во имя Климента. Так это все равно. Можно мы вам деньги перешлем? Утру я вас там в нем иду, деньги получаю. Ну, как можно считать одно из счетов? Первую книгу издавал. Я просто рассказываю. Не на что выкупить. И что Господь положил на сердце? Одна у нас, она была эконом-наблюдатель. Или как называется у нас два знания, где молимся. Надежда Павловна. И она упала, повредила руку, перенесло себе. И она раком заболела. Я говорю, ты как сейчас представишься? Поклонишься Христу, Божьей Матери. Ты надей не получи до творца. Ну, здесь ты золотом любил подбрасывать. Ну, пусть он мне подбросит. Ну, охота же как. Хорошо. И вся община знает и молится. Если бы я говорил после, тогда бы сказали, ну, теперь на вороты пошли. И за три дня до смерти я прихожу к ней. И сестры вокруг сидят. Помнишь? К сороковому дню пошли звонки. Ну, что? Да ничего нет. Сороковой день. С утра звонок. Второй. Да нет, ничего нет. Так выходит, что? Или она не спаслась. Или Никола чудотворность не дает. Или вы делаете дело совсем не нужно. Вариантов там много. Не могу сказать. После обеда вдруг звонок. Приходит человек. Ну, вы говорили, деньги надо издать. Ну, я ставлю условия одну. Я вам дам, чтобы ни один человек не знал, что я у вас был. У него патриархи. Боится попасть. Отец очень близких к сороковым кругам. По сегодняшней днюю. Я даже сказал. Там есть газета такая, Маркер Экспресс. Написала помощь с того света. Ну, как можно сказать, что это не от Бога-то? Когда... Вообще не объяснимо никак. Один раз вот одна из последних книг требовала через три дня, кажется, шестьдесят два тысячи пятьсот. Полторы тысячи я книги продать. А у меня девяносто процентов из парка будет. Осталось ровно пятьдесят. Утром звонок. Вы говорили, деньги нужно. Сорок тысяч возьмете. Сразу звонил в мобиль. Я говорю, вы подождите, сейчас на телефоне трубка лежит. Я переговорил. Главный банкир. Я машину высылаю. Я трубку эту беру, там вот таких никого нет. К нему приезжаю. А выходить... А у него день рождения. А выходя, я обернулся и растет миндаль. Я тогда взял четыре ветки, положил. Не знаю для чего. Зашли у него там аэродром. Это... Несколько секретарей, прихожей. Я каждый подарил. И говорят, а символ бессмертия засветет миндаль. Знаете откуда? А когда к нему зашел, а никого нет еще, все еще припоздали. На столе стали говорить. Ну, я бы книги все дарил. Немного поговорили все. Я говорю, купать книги. Книги купать. Он еще в машине спросил. Мне кажется, он вытаскивает красненькие мне ложек. Я в карман дома считал ровно пятьдесят, ни слова не говоря. И сам на машину приказал меня отпустить. Ну, как я могу не верить в это, когда я такой милостью окруженный плыву в ней? Кто пощикал, а теперь таковыка распростерли. А почему, спрашивает, почему тебе Бог дает мне? Я на каждом деле, слова Серафима Саровского, не хватает решимости. Не сделать, не принять. Вот я сейчас сильно упираю на то, что благословение, что было у людей. Ну и кому не надо? А что такое благословение и проклятие? Ну, гевалый герезин, люди не знают. Ну, объясните. Ну, начинает, да, вроде дети, чтоб послушные были, корову выкижание сделала там, ну и все остальное. А проклятие? Переворачивая наоборот. А хочешь быть благословенным? Конечно. Я тебе дам конструкцию из двух благословений, а остальные между ними. А что это такое? Никогда не кляни еврейский народ. Хочешь быть благословенным? И будешь благословенным. Желай ему блага, чтобы они нашли спасителя, который пришел к своим, они не приняли Богу. Плачь и летай об этом многострадальном народе. Это первое благословение, которое затверждено словами Бога и Бога, сказанными Аврааму. А последнее Малахи уже подтвердил. Вы весь народ обрадуете. И знаешь чем? Десятилы не прошли. Принесите, дорогие, а почему обрадуете, когда я заработал? Ты заработал 90, а десятку Бог приложил, чтоб ты отнес ее и священню поддал. Она не твоя, а если твоя, так ты никого не обрадовал. Ты Божья, который дал тебе перенести, запечатал, а ты ее себе, на жену, на дела, на свои истратил. У меня пропадь грубая, не ваша, но она для людей понятна. И когда начинает стонать, я говорю, я вот услышал, когда Слово Божие, ну как звучит? 27 сентября мне еще будет 50 лет. Во мне горел этот дух. Я внутренне положил, я буду платить, мне одну 9-10 или 50 лет, я прожил на этом наконец. Из 10, из 100 рублей, 90, я не отдавал все священню. А находили паркольно, отделенные, печатали на Евангелие. Я люблю просвещение. А вы из-за одной десятины спорите. И вот его в баптистах сейчас были, я первый раз встретил. Первый раз. Он, 9 ребятишек, он говорит, а я 5-10. И у него такое обилие всего. И он рассказывает, как дом покупал, это вообразить невозможно. Сплошное чудо. Но чудо, говорю, бывает у соседей, которые там живут. И у мусульман. Тебе нужно в церковь. У него все подготовлено. И жена такая прям, ну не знаю, как я с дороги еще смс бросил. К истинного православия, да. Смотри, там глава священств и церковь. Центральная. А то можно остаться с Дефаном Авероном и Кореем. Я сказал, всякие казни существуют. Но одна самая страшная, живем в ад. За что? За отделение, за восстание. Они не были ни блудники, нигде не написано, ни воры. Значит, этот грех, я разграничу вот это преступление и наказание. Наказание 15 суток. Ну матерился где-то. Год, полтора. Ну там живу поколотил. Смертная казнь. Все отвечают. То и то. Это маньяк. С душой в ад. Никто не знает. Открывая 16-й год. Один раз. Никакого другого преступления не было. Быть сектантом, быть раскольником. Своё создавать. Это значит уподобиться и уйти туда.